Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Лайф, Ветров, Народное ополчение, сессионный музыкант Во многих коллективах, но самое главное, участник группы Аукцион У нас в гостях Михаил Коловский Миш, добрый вечер Добрейший вечер Добрейший вечер Будем вспоминать старые добрые времена Скажи мне, пожалуйста, играя на сцене с разными музыкальными коллективами В разных совершенно городах и странах И вообще, так сказать, там на разных сценах Всегда ли Аукцион был тем коллективом Которые приглашали выступать ближе к окончанию программы Тем самым вы становились теми паровозом Говоря сленгом Или тем главным коллективом Который закрывал все программы Или в большинстве случаев вы проходили как музыканты Которые принимают участие в данном фестивале Нет, ну, наверное, не всегда И, ну, я вот помню, что, например, там даже по структуре фестиваля Там на окнах открой Там пытались поставить известную группу в начале Да В середине и в конце, чтобы народ не разбегался Вот Ну, а это может зависеть от того, что там кто-то уезжает Кто-то приезжает, кто-то не успевает Кому-то надо бежать То есть у вас нет такого принципиально Такого статуса Мы звезды, мы играем только в окончании любого фестиваля И мы их закрываем Нет, нет, наверное, да Главное, чтобы удобно и чтобы звук был хороший, да Чтобы успеть настроиться Да, уважаемые радиослушатели Действительно, для музыкантов, выходящих на сцену Одно из самых главных условий Это хороший звук на сцене Нет, нет, не в зрительном зале В зрительном зале это уже работа звукооператоров А именно хороший звук на сцене Так, чтобы музыканты слышали друг друга А кого слушает, кого слышит тубист? Ну, вообще, в идеале-то, конечно, хотелось бы всех слышать В идеале А на самом деле, получается, что... Что ты хочешь приоритета, чтобы я расставил? Нет, ну, надо, конечно, слышать Федорова, солиста Надо слышать... Ну, барабаны я вообще всегда слышу Их надо слышать Ну, как бы, они живым звуком доходят Бас надо слышать, конечно, ну... А все остальное по мере дохождения до уха? Ну, это еще зависит, скажем, от композиции Где-то важно именно с кем-то там Услышать какую-то фразу музыкальную Или риф какой-то конкретного инструмента А где-то, может быть, не так важно Туба принимает участие как музыкальный инструмент Практически во всех песнях аукциона? Ну, почти, да, во всех, да В последнее время только в двух там не принимает А почему? Ну, там вообще трио там Федоров, Вулков и Рубанов А, этого вполне достаточно Ну, да Ну, а почему бы и нет? Да, да, да Почему действительно это право музыканта Это его возможности уже... И Юра Парфенов не на всех песнях играет И... Да, да Так что это нормально совершенно У вас на сцене, по-моему, если ошибаюсь, 11 человек Нет, 9 А, 9, 9, извините Да два это, наверное, затесались Да, да, 9 человек Это большой коллектив Большой, точно, да Да, это большой коллектив Для того, чтобы выехать сегодня Такому коллективу на гастроли Это уже нужно, конечно Ну, довольно много приложить усилий В основном сейчас концерты проходят в Питере В Москве В Москве, да Удовлетворенность, что ли, в том, что все-таки концертов Мало, хочется больше Или музыканты достаточно готовы к восприятию одного концерта в месяц или двух Или нужно играть больше? Ну, я скажу, что у меня концертов больше, чем Поскольку я играю, кроме аукциона Мне концертов, в принципе, хватает Я думаю, что ты играешь где-то примерно раза 2-3 в неделю Нет, нет, реже, конечно, да Ну, на самом деле, так вот как-то То густо, то пусто получается Иногда подряд Какие-то концерты, иногда наоборот Из коллектива, где ты принимаешь участие как сессионный музыкант Что тебе сейчас близко, что тебе сейчас радует тебя? С кем играешь, короче говоря? Ну, насчет, что больше всего радует, не знаю Но вот, например, 13-го числа у нас будет так называемый слепой оркестр Это когда мы играем с завязанными глазами Как бы пытаясь абстрагироваться от окружающей обстановки, от видеоряда Вот, под руководством дирижера И там всего три знака Гоша А, да, Гоша Аверин Гоша Аверин Да, и, значит, прикосновения начинаешь играть Два прикосновения заканчиваешь Прикосновение двойное За два плеча Это как бы твою сцелу Вот как бы И так ты там в своем мире должен Подождите, подождите Это миф Что? Вы играете с завязанными глазами? Да У нас повязки Вы действительно ничего не видите? Не, ну там может быть какой-то, если очень яркий свет А, то есть просто пробивается Ну, да, может быть, да Ну, как бы мы не смотрим по сторонам Да, да, то есть вот Нет вот этого Когда там музыканты поглядывают друг к другу Там улыбаются А что делает тогда дирижер? Так вот, я говорю, он включает, включает музыкантов Прикосновением? Да, прикосновением А общее звучание? Ну, вот общее звучание Он создает, получается Ну, то есть Мы по слуху, а он Исходя из замысла Так получается Я видел ваше выступление На сцене клуба Время Н Да Это было круто Это было совершенно необычно Но я, честно говоря, думаю, что вы подглядываете друг за другом Нет, ну а, собственно, а что там подглядывать? Так как бы это нот? Нет Как бы Знаю там какие-то Ну, хотя бы смотри Бегущей строки нет Ну, видно хотя бы там по рукам, что вот Чак может начнет играть А так вообще непонятно Сидишь в темноте И только что-то слышишь Но проект совершенно необычный Ну, это на самом деле не уникальная такая практика Есть как бы там в мире Да, это как бы А, это, то есть Это не наши прерогативы То есть придумано это уже Похожая есть, да Я не знаю, насколько похожая Но Однажды я видел Хор кричащий Хор из Финляндии Да, да Я видел запись Которые кричали Которые не пели А именно кричали Проект совершенно необычный Очень фантастический Такого никогда И слепой оркестр Я не видел зарубежных исполнителей Но то, что я видел Вот в исполнении Гоши Аверина И музыкантов, сидящих на сцене Это было очень необычно Ну, Гоша старается приглашать разных музыкантов На разных инструментах Интересных Как бы Так что, в принципе, да Как-то вот Получается Слепой оркестр Круто Что будем слушать? Так А теперь мы как-то Не очень плавно По списку Переходим К проекту Ветров Александра Ветрова И с таким Пессимистическим названием Песня будет счастья нет Слушаем Блестит звезда Сто тысяч лет Все тот же свет Блестит звезда Идут года Идут в века А счастья нет В печальном мире Тишина В печальном мире Сквозь эфир Сквозь толщу льда Летит весна С букетом Рос В печальный мир Страсть А если Нет и страсти Власть А если Нет и власть Даже над Самим собой Что же делать Мне с тобой Ты только не гляди На звезды Не грусти И не влюбляйся Не читай Стихов бегущих И за счастье Не цепляйся Счастья нет Мой бедный друг Счастье выпало из рук Капли в море Удануло Рыбкой золотой Блеснуло Льдинкой унеслось На юг Счастья нет И мы не дети Вот и надо Выбирать Или жить Как все на свете Или Или В студии радио Комсомольская Правда В Санкт-Петербурге В программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба У нас сегодня в гостях Музыкант Участник Как непосредственно Живой участник групп Так и сессионный музыкант Различных питерских коллективов Таких как Орк и Ко Александр Ветров Музыка которого Только что Прозвучала Коллеги Там Такой Летов Гаркуша И Коловский Полковник и Однополчий В общем Это огромное количество Коллективов В которых принимает участие Михаил Коловский Такой необычный состав Летов Гаркуша Коловский Два музыкальных инструмента Голосовая подача Как вы сошли вместе И как вы придумали Такой коллектив Ну это наверное Только Некая степень Предсеча Орка Только вместо Одного текстовика Аукциона Был другой Аху Вместо Озерского Был Олег Как необычно Как легко Главное И просто Оказывается Ну на самом деле У нас не так уж Много было выступлений Я помню Что мы ездили В Мурманск И в Мурманске Висела такая афиша Там было написано Летов Крупными буквами И аукцион Я думал Нас будут бить Конечно Как естественно Летов И аукцион Ну как-то обошлось Обошлось Ну в общем да Действительно То есть это такой Как бы Действительно Предтеча Вот Орка Ков Да получается Ну на самом деле Это конечно не предтеча Это просто так Так получилось Вот Ну да Олег То просто его позвали На творческий вечер Тогда он Частенько Этим занимается Ну тогда он решил Съездить Вот в таком составе Такой Музыкальная поддержка Да Скажем так А ведь действительно Миш У тебя такой Музыкальный инструмент Который действительно И необычен И в виде необычен И в звучании необычен Это Ну при всем моем уважении Это не гитара И даже не фортепиано Действительно Наверное Для подобных Экспериментов Туба Это Ух А на тромбоне Где играешь В каком ансамбле Ну на тромбоне Эпизодически играю Вот В эвакционе записывался Ну мне на тубе Честно говоря Легче То есть тромбон Я в основном Использую Как краску Все-таки Но возишь его с собой Нет Постоянно не вожу Ага Потом есть еще Такой вот Оркестр Петербургский Оркестр импровизации Который родился В музее звука Теперь раньше Это была галерея Экспериментального звука Ты имеешь ввиду Пушкинская 10 Да Пушкинская 10 Конечно И У нас были выступления Там со швейцарцами Там еще с какими-то Французскими дежурами И тут тоже Какие-то французы приехали И вот им Обязательно нужен был Тромбон Вот Вот я взял тромбон А ты легко переходишь? Не очень Честно говоря Все-таки по аппарату Мне как бы Потому что вот эти Мои две тубы Там мундштук С одинаковыми полями В принципе Вот как бы По удобству Как бы Вот На тромбоне Все-таки мундштучек Поменьше Там Сложнее Прозвучало слово А я выбрал Рояль Потому что Него не надо носить Ни то, ни другое Только нотную папку Поэтому я очень хорошо помню Что такое Артикуляция И что такое Губной аппарат Это действительно Очень важная штука А мундштук Это Это такое Соединение Между Музыкантом И музыкальным Инструментом Вот самим Непосредственно Мундштук Они бывают Разные Но Но звучащие В любом случае Музыкальные инструменты Туба Конечно совершенно Фантастические музыкальные Инструменты Он и смотрится хорошо И главное Очень красиво звучит А вот В таком Необычном Коллективе Как Музыку Которую мы только что Слушали Вот сейчас Саша Ветрова У него такие Ну Очень мелодичные Такие мелоколичные Такая музыка Как там Звучит инструмент Как ты вписываешь Вот Звук Тубы В такую Очень тихую Спокойную музыку Ну вот Как это стараешь Как На самом деле Вот та песня Которая прозвучала Она достаточно Там большой состав Там Там и Коля Рубанов И Кирилл Миллер Там По-моему Даже Горкушек В свое время Принимал участие Там И Олег Шевкунов И Коля Бичан Там Ну собственно Вот Все Вот Вот А вот Не далее Как 20-го числа Мы играли Вообще Дуэт Там В небольшом Саше Ну я Там стараюсь Как бы Просто понежнее Играть Как бы Ну а что Ну это же очень сложно На самом деле Потому что Есть вокалист Есть как бы Главное действующее лицо А твои ноты Твоя музыка Она должна Как бы Охватывается Гладит Что ли Я не знаю То музыкальное произведение Которое звучит На мой взгляд Это ахи сложное Ну Не знаю Насколько это сложно Но Туба Может играть В любом нюансе От фортиссима То есть От пианиссима И до фортиссима Поэтому да Совершенно Не обязательно Играть строевой марш Как бы Все время Вот тем более Вот Эфная Туба У нее достаточно Высокий регистр Для Тубы И можно играть Тихо Можно играть Не очень тихо Погромче Там Совершенно Не обязательно Рычать Обычные мальчишки Когда маленькие Там постарше Становятся Они обычно Берут гитары В руки Почему Не появилась В руках Гитара У маленького Ну уже У старшего Миша Коловского Нет Я там Немножечко Пробовал Да Я даже ходил На педпрактику В училище Мусоргского Но как-то У меня Вот эти периоды Пробования инструмента До Туба Они все сокращались И сокращались Были другие инструменты Я же говорил Сначала фортепиано Это там Три года Два года из них Музыкальный школа Потом немножечко Виланчели Потом что-то гитара Потом я подержал В руках Барабанные палочки Потом как-то Это все зависло И вот потом Уже я решил Что надо Надо идти И оставил Свой выбор На Тубе И на самом деле Академаться Некуда И на самом деле Миша победил Победил все остальные Музыкальные инструменты Которые ты пробовал Потому что Совсем недавно Не буду называть фамилию На два месяца Сидел один из Очень хороших музыкантов Он сказал так Я выбрал Другой инструмент В отличие от гитары Потому что На гитарах Играют все А тот инструмент Который выбрал я На нем играют Немногие Могу на самом деле Даже Обратить Эти же слова И тебе Действительно На Тубе В рок-музыке Играют Крайне мало Музыкантов Что будем слушать Сейчас Так А теперь мы Подошли Наконец-то По-моему К группе Аукцион И песни Тише Давайте же Послушаем Слушаем Тише Играют Играют Здравствуй Здравствуй Тише Здравствуй Здравствуй Брад Ты солдат И я Солдат На лугу цветет капуста И черней виноград. Глаза побелели, слова немели. И длинные, длинные тянутся еле. Неделя не кончится, третьи сутки. И я понимаю, что это не шутки. Я умер, родился и снова родился. Я сам колесом прокатился по миру. И все изменил, и любовь и чернила. Мир изменился, весь мир опустился. Я не знаю, что это не шутки. 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 Судьба, как собака Незабудки Ты мне сказала, что это не шутки Это не шутки, это не шутки Это не шутки, это не шутки В остальных сетки В остальных сетях В остальных сетях Субтитры подогнал «Симон» 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 Это уже дальше А так вот разочек сыграть И вот так разочек Я с кем уж только не играл Ну с кем? Ну с цыганами играл Ну Миша, это миф Это стопроцентный миф Ты, цыгане Причем с разными С нашими цыганами Это был где-то на лесной Ресторан «Акватория» что ли? Нет, на лесном там, по-моему Лесной был А «Акватория» недалеко была В Америке с цыганами И с Теннесси играл тоже Ну а там, правда, большой был коллектив Назывался «Килл Соник» В основном там были, правда, мексиканцы И там было человек 20 Если не больше И, значит, было три группы Это всевозможные гармошки Баян и аккордеоны Всевозможные дудки И всевозможные барабаны Очень веселая группа Ай-на-не Это действительно правда? Правда, конечно, да Вот это да А еще самое забавное Что вот у моего друга Джоша У него Он играл Ну, как все цыгане Он играл на всех инструментах На кларнете, на клавишах И, в частности, играл на геликоне В каком-то старом, по-моему, венгерском геликоне Пожалуйста, расскажи мне И нашим радиослушателям Я не знаю такого музыкального инструмента Это такая версия тубы Для, военная версия тубы Для игры на лошади Вот как сюзофон Это для игры Вот сейчас в основном Духовых оркестрах Для пешей игры Как бы в пешем строю А геликон Это русское изобретение Ну, вот чтобы сопровождать полки Поскольку музыканты Не могут так быстро идти Играть Как люди без музыкальных инструментов Они были на лошадях Играли на лошадях То есть, это серьезно? Да Это музыкальный инструмент Который придуман для того Чтобы играть на лошади? Да Он отличается по форме По размеру Да, но он Кругло Содевается на шею Как и сюзофон У него У геликона Растру сбоку У сюзофона сверху Они похожи Достаточно конструктивно Да, это вот строевой инструмент Так вот И этот геликон На него В центре города Лос-Анджелеса Украли У цыгана У цыгана Геликон Да, но это Это, конечно, грустная Это грустная история Это грустная Потому что У нас есть утешаться Что он и других тоже умеет играть Нет, но все равно Я знаю, как музыканты Относятся к своим инструментам Они их ласково называют А у тебя Тубу как-нибудь зовут? Нет, просто Туба Ну, да То есть ты Без имен Ну, она не единственная У меня Три бейных тубы Ну, одна совсем уже такая Декоративная Одна авиатуба Которую можно сдавать В багаж Потому что Это большая проблема Для музыкантов Перевозка крупногабаритных Музыкальных инструментов Всегда Вот Одна просто бейная Самая хорошая Из бейных Вот эфная И еще у меня живет на шкафу Вот геликон Вот тот самый Только наш Отечественный Русский Но он живет Он живет Да, но я вот в фильме В Хармсе Я как раз там Для съемок Я его притащил туда Да, действительно Да, действительно Это вот большая проблема Ты сказал Относительно перевозки Музыкальных инструментов Да, в последнее время Музыканты очень часто Сталкиваются С этой действительно Проблемой Гитары нельзя брать В салон Да, все меньше и меньше Да, уже Если ты летишь на самолете Если ты едешь на поезде Ты не можешь купить Свободное место Ну, в купе свободное Чтобы на него положить Клавиши На клавиши там А вот это я впервые слышу Вот вообще Вам удавалось так Ездить Ну, вам везло, значит Да Можете во всех случаях У нас, к сожалению Вот несколько раз было Но не получалось Чтобы купить место Купить полочку И на этой полочке Вроде как Сложить все музыкальные инструменты Нет На каждой полке Должен лежать живой человек А инструменты Куда хотите Да, да, да И, в общем, собственно Прячьте Но это Это такие трудности На самом деле Через которые ты проходишь Потому что это все-таки Работа Из-за которой ты получаешь Деньги И получаешь удовольствие От того, что ты играешь Все равно Все заканчивается Ее величеством Сценой Все заканчивается Зрителями Все заканчивается Аплодисментами И хорошим настроением Бывали плохие концерты? Ну, да Наверное Да, конечно Да Убитые концерты Бывали? Ну, вот я сейчас Уже так вот не вспомню Ну, да Были как бы без настроения Да Ну, вообще Ну, это от всего зависит Не знаю Музыканты там Может, уставшие Ну, наверное В основном Все-таки звук Вот, когда вот Звук такой Что вот Ну, вот просто Как-то играешь А тут Ну, как бы Нифига То есть, потому что В принципе, даже если ты устал То как бы Вот на сцене Ты как бы Тебя сцена поднимает Да То есть Заряжает Да Ты забываешь Что ты устал Что ты там прилетел Там, да Вот Ну, вот если как бы Играешь там В пустоту практически Да То есть Себя не слышишь Никого не слышишь Нет Ну, вот взаимодействие Да, как бы Главное Конечно Если нет взаимодействия Там играешь Так вот Как бы Вот это, конечно, да Очень мешает Да Ты на самом деле Сейчас сказал Действительно Очень важную вещь Представьте себе На сцену Выходит 9 человек Совершенно с разными настроениями С разными С разными историями Которые могли произойти И час назад И там Два дня назад Но все равно Выходя на сцену Ты должен быть музыкантом Ты должен быть Играть ту музыку И должен играть С тем настроением С которым Ты должен ее играть И это Ну, сцена все равно Она Заставляет тебя как-то Да Это уже Безусловный рефлекс такой Ты уже автоматически Выходя Уже как бы там Угружаешься Вот в эту Сценическую историю Что будем слушать Сейчас Ну, я так понимаю У нас последняя композиция Да В списке Это Песня о моей малой родине Купчина А в исполнении Группы Шана Фана Это вот мои Панк-друзья Не так давно Я с ними сотрудничаю Но очень весело Слушаем ДИКИ-ДИКИ-СЕВЕРО-ЗАПАД Здесь-все-все С реводерами В шляпах А кто-кто Без реводера На того Групповщик Делай замеры Затнись! Зерека Тем более Скумканная бумага Катится через проспект Слепых светофоров В остроконечных сапогах Со шпорами Кто-то сбрыгнул Железного мустанга Заверный льется ром С раздолбанным пианино Сидит Одноглазый кайот Дюких прарей Дюки северо-запад Добро пожаловать Любителям острых Ощущений Заверный льется Заверный льется Заверный льется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заткнись! 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 В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях великолепный музыкант Михаил Коловский, участник группы «Аукцион» и еще всех тех, которых вы слышали в течение первой передачи и в течение второй передачи, которую мы сейчас и слушаем. Песня, которая прозвучала, она была... Как называлась группа? Шана Фана. Шана Фана? Что за музыканты там играют в этой панк-группе? Песни Копчина! Ну, это вот типичные два школьных друга собрались, да, и вот как бы, как у многих там групп в истории было, и вот решили играть в панк. И вот до сих пор играют. Два школьных друга это кто? Это Рома Шитов и Леша Попович. Ну, я не знаю, в панк-среде их знают. И как бы на слетах имени Свина там... Конечно, я помню эти фамилии. На слетах Свина, свина, потому что я точно помню. Да, они даже ведущими были на некоторых мероприятиях. Да-да-да-да-да, знаю, конечно. И ты там третий. Ну, там еще барабанщик. Вот в последнее время играю еще с гитаристом. Вот, ну, да, вот как-то так получилось. Так я с кем-то играл... А, по-моему, это уже было такое народное ополчение без Алекса. Вот, и они меня позвали... По старой памяти. Кто? Нет, не народное. Вот Шаршана Фана позвали. Позвали попробовать. И ты попробовался. Да, и спросили. А они там все в костюмах тогда были. Говорят, а ты вообще кем хочешь быть? Я так вот по советской классике. Вот, карабасом-барабасом. Ну, как у всех, у всех прямая ассоциация. И потом мне Рома звонит, говорит, а ты можешь на Ломоносовскую подъехать? Там на примерку, там, где костюм карабаса-барабаса шьют. Серьезно? И сшили костюм? Сшили костюм, да. И ты выступал карабасом-барабасом? Да, правда, вот с накладной бородой очень неудобно. Очень неудобно. Очень неудобно. Во-первых, мундштук, все это, волосы. Да. Ух, это тяжелая работа называется. Тут уж ничего не скажешь. Миша, а что в планах? Есть в планах, например, создать, написать оперу, написать тюиту, создать коллектив, поехать на гастроли. Ну, не знаю, написать книжку. Поехать на гастроли, это не от меня зависит. Оперу у меня были в планах создать, когда я школу заканчивал. И на этом все закончилось. Да, была даже тетрадка. Серьезно? Не помню, там написал я на ней опера или нет. Здесь будет опера. Да, здесь будет опере быть. Опере быть. Ну, тетрадка такая осталась где-то. Да, да. Ну, а все-таки в планах что-то такое хочется сделать? Или вот пусть все идет так идет? Хочется, не пойму чего. А, не определиться. Ну, хочется с хорошими музыкантами посотрудничать, в общем-то. Ну, это для музыкантов всегда желание. А вот что-либо другое. Написать картину. А, в смысле... Сделать фильм. Фильм? Фильм, не знаю. Сняться в кино. Картины я уже писал. Ну, у меня там были художественные опыты в молодости тоже. Сейчас не знаю. Сейчас не хочется возвращаться к этому. Рука уже неверна. Это как Бриллов сказал Павлу Федотову, когда-то он пришел к нему учиться. Молодой человек, вы так чудовищно. Типа, старый, вам 26. Как же я вам каждого научу, вам руку поставлю. Как я вам поставлю руку, да. Да, в 26. Это уже... Это уже... Дедушка уже, старичок просто какой-то. Теперь можно только аппликации из картона вырезать. Ну, в общем, да если руки не трясутся. Если руки не трясутся, пока и нет. Да тогда вырезать. То есть, нет такого вот определенного вот что-то такое, что-то сделать. То есть, жизнь сама подскажет. Да, надеюсь, подскажет, да. А ведь тебе действительно всю твою музыкальную жизнь, действительно жизнь что-то подсказывала. Тебя куда-то приглашали. Да. Тебе звонили, говорили, там надо съездить туда, там приехать показаться, поехать в Лос-Анджелес, там записаться, еще что-то. Это жизнь настоящего артиста. Ну, после таких слов. Нет. После такого ведра шоколада. Это суровая правда жизни. Вот правда. Ну, не такая уж суровая. Хорошо, это почти шоколадная жизнь артиста. Тяжелая неказиста, жизнь российского артиста. Фирменная поговорка Лен-концерта. Да. Ну, и тубисты здесь тоже рифмуются. Кстати, да. Тяжелая неказиста, жизнь российского тубиста. Согласен с тобой. На этом, я думаю, мы и закончим нашу приятную встречу с музыкантом с большой буквы. Смотрите его на сцене. Слушайте, когда вы будете слушать аудио произведения группы «Аукцион». знайте, что вот эти низкие нотки, которые там звучат и которые вы слышите, они звучат из уст и из пальцев музыканта, который был сегодня у нас в гостях. Я с удовольствием его благодарю. Желаю тебе всего самого доброго. С твоим настроением, Миша, с твоим отношением к жизни, с твоим позитивом у тебя получится все, когда тебе позвонят. Спасибо, Саша. И всем тоже творческих успехов. Творческих успехов, да. На этом мы прощаемся. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Счастливо.